Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вас приглашаю на пропуску Сад Шевченко. Это одно из самых любимых мест отдыха харьковчан, а также является визитной карточкой города Харьков. Давайте прогуляемся по этому красивому городскому парку и познакомимся с его интересными местами. Если театр начинается с вешалки, то сад начинается с красивых цветочных аллей и цветочных клубов. А еще сад начинается с имени великого кобзаря из памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко. 24 марта 1935 года, 14 часов. Звучат фанфары. Легко спадает к подожью памятника белое покрывало. Взглядом присутствующих открывается монументальная многофигурная композиция, которую венчает статуя кобзаря. Раздаются звуки интернационала, затем сводный хор исполняет заповит. Начинается митинг, зачитываются приветственные письма. Сердечно приветствую народ Украины, телеграфирует Максим Горький, в день, когда он достойно увековечивает в памяти детей и внуков своих красивый образ истинно народного великого поэта-демократа. Созданию памятника предшествовал международный конкурс, объявленный в 1929 году. А в 1930 году памятник был заложен на площади Тевелева, ныне площадь Конституции. Первые результаты конкурса были подведены через год и не слишком удовлетворили жюри. Среди проектов оказались как абстрактные скульптуры, так и, например, композиция, представленная скульпторами из Франции, изображающая Шевченко, сбирающегося к Богу в сопровождении двух ангелов с верпом и молотом. Последовало еще несколько конкурсов, продлившиеся до 1933 года. Наконец, на последнем победил проект скульптора Манизера и архитектора Алангбарда. Тем временем решено было изменить место установки памятника. С площади Конституции его перенесли в университетский сад, на то место, где стоял памятник Каразину. И в 1935 году все работы были завершены, и отлитый в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге, на заводе Монумент скульптура памятник занял свое место, и в связи с этим переименовали парк. Университетский сад, когда революция называлась сад имени Шевченко, был заложен одновременно с созданием Харьковского университета. В 1804 году на землях, подаренных новому учебному заведению, городом. Раньше эта территория представляла собой естественную дубраву, от которой нам наследство осталось около 20 великанов дубов. Особое внимание в саду Шевченко заслуживает современная гордость сада – новый фонтанный комплекс. Недавно главный фонтан в парке был отреставрирован, теперь он сияет разными цветами в вечернее время. Это один из самых старых световых музыкальных фонтанов Харькова. Сегодня фонтан саду Шевченко – популярное место среди влюбленных, романтиков и любителей классической музыки. Он состоит из нескольких частей, которые разделяют кованый мостик, и каскадные ступени, и формы бассейнов, отражающие всю красоту и силу водного потока. Изящные лавочки, беседки, клумбы, террасные ступени окружают фонтанный комплекс. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Перед входом в зоопарк мы остановимся у фонтана с игрушечными обезьянами. Словно заводные игрушки из детства, обезьянки играют на музыкальных инструментах, располагаясь на трехъярусном фонтане. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Гуляя по саду, наше внимание привлекает плотная посадка кустов. Это лабиринт, как в сказке про Алису и Страны Чудес. На тенистых аллеях вы встретите скульптуры знаменитых людей, чьи судьбы были связаны с Харьковом. Клавдия Сушульженко и Исаак Дунаевский. Это фигура известного художника Репина. Из культуры выдающегося ученого, естествоиспытателя, академика Владимира Вернадского, детство которого и прошло в этом городе. Для памятника выбрали домашний сюжет. Вернадский любил иногда готовить борщ по рецепту своей бабушки. Вокруг этой истории выросла новая композиция. Он появился с оригинальным рецептом борща. Рецепт этого борща можно найти в описании. Марк Бернес Быков. Лис Курбас и Человек-Невидимка. Все скульптуры выполнены как фотозоны, где желающие могут сделать фото со скульптурой. Бронзовый монумент в виде футбольного мяча на постаменте. Харьковская аллея славы с отпечатками ладони и звезд киноэкранов появилась в саду Шевченко, благодаря кинофестивалю «Харьковская сирень». Первой гостью фестиваля стала французская актриса Мелин Деманджо, которая теперь является почетным президентом фестиваля. С ее помощью Харьков посетили Пьер Ришар и Жан-Поль Бельмондо. Среди знаменитостей, оставивших свои следы в Харькове, композитор Максим Дунаевский, актеры Аллен Делон, актера Стабступка, режиссера Алла Сурикова, Родиона Хапетов, Борис Токарев, Наталья Фатеева и другие. Есть еще один интересный памятник в саду. Это памятник 50-й параллели, ведь Харьков самый крупный из городов, расположенных на ней. Он выполнен в форме 20 бронзовых и медных табличек с указанием расстояния до известных европейских городов, расположенных прямо на тротуаре. Если вы активно отдыхаете, но чувствуете, что немного проголодались, не волнуйтесь. Здесь есть кафе и рестораны, в которых можно вкусно покушать. Новое кафе в парке, которое называется Кофедор. Вот одно из таких заведений, которое носит название «Ангелы носят кеды». Прикольно. Ресторан-парк. Это в зелени ресторан Капри, пицца и гриль. Ресторан грузинской кухни, тот самый барашек. Здесь также работает летняя терраса на крыше. И ресторан Тиаму. Здесь делают известную пиццу Голливер. В сквере возле Харьковского национального университета имени Каразина разбили новые клумбы. Реконструировали пешеходные дорожки, облагородили территорию, открыли самый крупный в Украине круглый сухой фонтан. Его диаметр 36 метров. Он состоит из 7 колец, 150 струй и оборудован светодиодными лампами с бесчисленным количеством вариантов подсветки. Вы спросите, почему сухой фонтан? Видно, его вместе много воды. Сухой, потому что водная чаша фонтана находится не на поверхности, она скрыта под землей. Струи устремляются вверх прямо из нее, взлетая над мостовой. А когда фонтан не работает, мостовая остается сухой, отсюда и происхождение названия. Это позволяет посетителям зайти в фонтан, пройтись под струями воды, побродить по лабиринту, постоять среди танцующих струй, при этом не намочившись. Ну, почти. Особенно среди струй фонтана обожают бегать дети. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все харьковчане от мала до велика знают кафе «Кристалл» в парке Шевченко. Это заведение вызывает довольно разнообразные эмоции. У кого-то оно ассоциируется с детством, кто-то вспоминает свою первую работу здесь, а кто-то постоянно жалуется на сервисы обслуживания. Как бы там ни было, но факт, что «Кристалл» уже давно стал частью истории Харькова, никто не оспорит. Ведь это кафе работает уже не одно десятилетие, и несмотря ни на что, здесь всегда людно. Совсем недавно «Кристалл» открылся после реконструкции. Теперь это кафе стало двухэтажным. Меню, как и прежде, предлагает своим гостям блюда европейская и кавказская кухонь. Здесь вы можете попробовать пиццу, стейки, салаты и даже хачапури по-мигрейски. И, конечно, десерты. Гордостью и всеувшим любимцем гостей «Кристалла» по-прежнему является мороженая белочка с натуральными сливками, орешками и шоколадным сиропом. В меню также есть холодные, горячие и алкогольные напитки. Вот так вот наши люди отдыхают. Два коктейля, два мороженого. А операторы стоят голодные. Это я заказала себе. Аперошки. Аперошки. Заказала себе белочку. Баффи на стаканчике. А это... Как это называется? Лонг Хайлин.